всем привет в этом видео мы поговорим об опасности использовать сторонние библиотеки я редко слышу чтобы об этом говорили и также задавая вопросы на собеседование об этом услышал что люди просто не задумываются об этом и моя цель донести до вас идею чтобы вы начали задумываться когда вам использовать библиотеки когда использовать свой код какие есть опасности какую библиотеку скажем так выбрать итак возьмем например проблему уязвимости популярная библиотека для логирования по моему среди джавы log4j наделала много шума в 2000 по моему девятнадцатом году и в декабре того года многие веб-сервера упали потому что была атака и вот эта проблема она показала что даже самые безобидные популярные библиотеки они уязвимы если вы найдете статью о библиотеках которые заражены например уже содержится на гитхабе то вы удивитесь большому числу зараженных библиотек эти библиотеки используются они появляются все новые и новые и в этом и вся проблема с их уязвимостями скажем так вы не сможете отледить заранее уязвимость и вы будете скажем так оставлять бэкдор в вашем коде если эта библиотека используется всеми и кто-то найдет один уязвимость в этой библиотеке то все будут подвержены риску кто использует эту библиотеку об этом нужно помнить и если у вас есть выбор написать что-то свое даже для небольшого какого-то модуля и это не занимает много времени лучше использовать свое во первых будете лучше понимать как оно работает во вторых вы сможете переиспользовать это решение и не будете подвержены уязвимостям багом ошибкам и поддержки в будущем второе это ошибки в библиотеках содержится масса ошибок вы можете открыть например любую библиотеку если она более-менее популярная в разделах issues вы найдете баги баги под конкретные например устройства или там луна с марсом не в той не в том положении находятся грубо говоря то есть для некоторых людей в некоторое время возникает какой-то баг это не очевидно это не всегда понятно как это фиксить поэтому вот такие всякие проблемы встречаются плюс на некоторых устройствах я уже про устройство говорил на некоторых например новых видах например движков фреймворков или там еще чего-то оно может не запускаться вам нужно ждать обновления то есть вы подвержены риску того что либо потратить время заново переписать все либо ждать пока все обновится и из этого вытекает проблема сроков обновления библиотеки могут обновляться могут не обновляться могут заброситься это тоже проблема и вам нужно будет с этим делать то есть вы скажем так приложение внедряете некоторую бомбу замедленного действия которая может рвануть любой момент от уязвимости от наличия багов до проблем с поддержкой вам все равно в итоге придется либо искать другую библиотеку либо писать свое вот и чем дольше ваш проект поддерживается работает тем острее стоит проблема с этим всем вот окей еще проблема проблема вообще отсутствия поддержки потому что реально много библиотек прекращают поддержку очень много библиотеки только самые самые популярные поддерживаются конечно это не актуально если вы тоже не обновляете ничего в вашем проекте он работает вот для веба наверное это менее болезненно но для других например мобильной разработки или игр это более болезненно потому что устройство постоянно обновляются там требования обновляются и так далее и тому подобное вот и это прямо ощущается и с еще одна проблема это то что например в библиотеке есть много кода но вам нужен только один кусочек например зачем вам брать всю библиотеку поддерживать ее в актуальном состоянии следить за ней и так далее если вы можете написать небольшой участок кода и просто им пользоваться также очень много добавляет библиотек для какой-то красоты не обязательности вот лучше скорее всего добавлять лишь самое-самое необходимое но если это вам не прямо необходимо то лучше это не добавлять потому что это увеличивает нагрузку на других людей которые должны понять что это за библиотека нужно ли ее использовать что там за проблемой и вообще откуда взялся этот код и это тратит время разработчиков и ваше время тоже окей еще проблема это лицензия было такое что в библиотеках просто меняли лицензию резко и вам опять же нужно было либо отказаться от этой библиотеки либо как-то подстраиваться под лицензию грубо говоря это было проблемой например для одной из известных библиотек вот например для ладно не будем называть библиотеки но окей в общем идея в том что рано или поздно закладывая какую-то библиотеку вам придется что-то с ней делать либо ее менять либо описать свое и в итоге если это не так прям сложно лучше что-то написать свое несмотря на то что говорят что изобретение своих велосипедов это плохо но если это небольшой велосипед и он хорошо ездит то почему бы и нет окей надеюсь я донес важную мысль заставил вас задуматься над использованием сторонних библиотек надеюсь это было полезно интересно и всем пока